Какой бы человек не попал в эту систему, он все равно будет как бы работать на ее целое. Государство, среди прочего, в такой форме, когда оно пытается делать какие-то позитивные вещи, это способ перекладывания издержек. То есть издержки несут не те люди, которые принимают решения, которые хотят добиться чего-то. То есть за ваш счет. Если мы понимаем австрийскую теорию капитала, конечно же, очень плачевно, потому что оно нарушает вот эти все сложные межвременные, прежде всего, цепочки согласования нашего поведения друг с другом, обрубая их то там, то там, то там. Хаотично довольно, потому что у одного это будет в одном временном промежутке, его деятельности. Один находится, скажем так, на одном этапе достижения своих целей, другой на другом. Тут приходит государство и рубит, значит, одному и другому одинаково. То есть в этом смысле, конечно, это просто метод перекладывания издержек. Какой бы человек не попал в эту систему, он все равно будет как бы работать на ее как бы целое, на ее целостный результат. И если вы этот результат с помощью диалоги заметаете под коврик, то люди совершенно спокойно будут как бы этим заниматься, потому что, если когда результат негативный и как бы морально неприемлемый, виден и очевиден, то, конечно, тогда, я бы мог сказать, стимулом является там, допустим, ну, грубо говоря, высокие моральные качества, например. Человека не позволят ему идти, к примеру, какую-то банду, да. Ну, понятно, да, могут быть ситуации всякие в жизни, но, тем не менее, как правило, человек испытывает, если у него достаточно крепкие моральные принципы, он испытывает отвращение к разного рода грабителям там и прочего рода. Почему? Потому что существует моральная оценка их деятельности. А если моральная оценка деятельности государства заметена под коврик, и она либо позитивная, либо там, словно говоря, нейтральная, то тогда любой человек, попав туда, опять-таки, мы говорим, что это технология, да, а это нужно понимать иногда и даже в буквальном смысле, то есть это вот как люди на заводе, которые там разных из разных, они собирают свои разные детальки, вот, а потом все это вместе складывается в танчик, который едет, значит, в Украину и здесь стреляет, значит, убивает людей, вот. Но представим себе, что люди, которые собирают эти детальки, они не знают, что они собирают танчик, вот. И себе собирают какие-то, значит, какая-то круглая такая трубочка, значит, там диаметром 150 миллиметров, но вот к ней какие-то там сложные там приборчики потом приделывают, там приборчики собираются отдельно, трубочка отдельно, никто не знает, для чего это делается в целом, и им, в общем-то, неинтересно. Вот какие стимулы для вот этих людей, а их государстве там 99,99% этого не делать? Да никаких. Вы не найдете такой стимул, который бы сказал, что, чувак, вот то, что делаешь, это вот, пока вы не покажете танчик, пока вы не покажете танчик здесь у нас, в Украине, который, значит, ездит и убивает. Вот. Если этого результата неизвестно, то и стимула такого нет. Какой тут может быть стимул? Только вот действительно с пистолетом прийти, при том, это человек, которого вы погоните с пистолетом, он будет страшно возмущаться и, значит, говорить, что, ну, вот вы негодяи, там, насильник, агрессор, вот и так далее. Вот именно потому, что он не знает, не понимает, там, результаты своей деятельности, да. Ну, к примеру, там, вот объявляем евреев низшей расой, вот, несколько лет, значит, там пропагандируем это все, снимаем фильмы, там, учебные, значит, о том, какие они, значит, какая-то низшая раса, потом у нас очень легко получают со свенцами и все остальное. То есть люди туда ходят, они просто не считают их за людей, вот, тех, кого они там убивают. И вполне себе порядочные, так сказать, там, семьянины во всех остальных проявлениях вполне себе моральные и нравственные люди, вот, чего левые, кстати, категорически не хотят. Они никакой результат их очень не устраивает, вот. Хотя критика, которую я сейчас сказал, она была высказана левыми, там, да, там тоже Арен, там и так далее, то есть обыденность зла, вот, это вот то, что был, но это главный урок, вообще говоря, нацизма, но и сталинизма тоже, но там был заделан, конечно, вывод по нацизму, вот, о том, что порядочные-то люди, в общем-то, да, это не злодеи. И Гитлер там, фронт пытался из него там сделать там некрофила, но очень неубедительно, вот. То есть он не был никаким некрофилом, не был никаким там сволочью, там, злодеем. Он желал, искренне желал добра немецкому народу. Именно это и является причиной его преступления. Поскольку он использовал для этого, для этого дела государство использовало последовательно, в отличие от его, так сказать, предшественников, социалистов. И Хайек очень правильно пишет о том, что нацисты просто сделали то, чего боялись сделать социал-демократы, которые правили в Германии перед этим очень долго, вот, которые, ну, как бы у них там были еще какие-то моральные эти, а у этих не было. Ну, вот, они просто последовательно завершили то, что хотели сделать социал-демократы. Вот. Поэтому, да, не будет таких, как бы, стимулов до тех пор, пока вы не сделаете ясной для людей моральную оценку того, чем они занимаются. Вот. И тогда им будет труднее. Тогда, когда вы придете с кем-нибудь с пистолетом, вот, они уже, конечно же, поймут, да, ну, хорошо, там, да, ничего личного, хорошо, я пошел, все, вот тебе в это кресло, значит, забираю свою бумажку, хожу. Вот. Потому что он, ну, как бы, понимает, как один бандит понимает другого, что, ну, вот, да, ну, наверное, так, сейчас ты победил, а я проиграл. Вот. Но это возможно только тогда, когда он понимает, что он бандит, да. Пока он этого не понимает, конечно, он будет оказывать всяческое сопротивление и стимула неоткуда взяться, чтобы он прекратил это все делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok